Поездка по кривой дорожке Блэк Эдвардс адаптация Ричарда Куида взята из истории Джеймса Бансона Мабло Оператор Чарльз Лоутон Удажник Уолтер Холшер Монтаж Джером Томс Продюсер Джонни Тэпс Режиссер Ричард Куин Второе место на гонке в Римов Классификация от 3000 до 4000 кубических сантиметров Убедитель Эдди Шаннон Эдди Шаннон, машина номер 64 Двигается очень-очень быстро Эдди Шаннон на Ягуаре Он ведет гонку Проходит Кертиса Крафта Митчелла и Феррари Они ведут И красиво ведут Проходит Аллардон Заходит за Митчелла Они поворачивают Это последний круг А так тоже возьмет эту гонку Элторис уже готовит Флаг Эдди Шаннон Двигается очень-очень быстро Он сможет это сделать Он двигается вперед Но на тренинге делает И Митчелл побеждает в гонке Очень хорошая гонка Ну да Что насчет парня, который победил? Митчелл? Да У него четыре машины Куча обуви Жена и трое детей Такой богатый спортсмен Как насчет Шаннона? Это Шаннон вон там Мастер-механик Международные моторы И семьи, несколько друзей Живет один И ненавидит это Подходящий тип такой, знаешь Отлично эти малачи Да блин, какая она горячая Ну что Промазайте, мне сказали Последний шнекокрубов Это все в предкейде Просто не хватило Немножечко мотора Вот и все Маленький парень Вот и все Каким бы он и плен, кстати говоря Ну после колы попьем Или еще чего-нибудь Как себя чувствуешь, парень? Нормально Ребята, ребята Ну что, вы готовы к этому? Ну правда это замечательно Меня это никогда не беспокоит Международные моторы Служебный вход Эд? Ой Итак, вот твоя запись До полевой гонки В субботу Давай расписывайся Все готово Как насчет того, чтобы пообедать, парень? Да, да Ну давай Эй, Дон, да Есть хорошие сэндвичи? Конечно У меня есть с тобой Посмотрим, что у меня есть Иральф Хочешь сэндвичи? Посмотрим сначала, что у меня есть У меня тут Яичный салат Яичный салат Поменяемся Что? С капустой? Ну да А что там с Мазерацией? Слишком дорого Представляешь себе такого парня Который ломает такую классную тачку Должно быть он с ума сошел Ну да Я бы пять лет на нее работал И все еще У нее такой дурацкий двигатель Эй, эй Ребята, ребят Гляньте-ка на эту тачку Там Ух ты, детка Ну офигеть, а Цветаемая крылья Вот это да Я помогу тебе с твоим плечом Миленькая Посмотрите, как она пошла Эй, детка Детка Эй Эй, вот это стандартное оборудование Да нет, это Ручная сборка Гляньте на это Блин, хотел бы я Да Такая симпотная блондиночка Да Эй, коротышка В чем дело? Что, эта тёлка тебя совсем не завела? Ну, конечно Меня она достала Эй, коротышка Когда в последний раз у тебя было свидание с тёлкой? Ну, ничего, я ему не говорю Не серьезно, коротышка Скажи мне, когда-нибудь был наедине с дамой? Отвали, Карл Да что с тобой такое? Ничего, просто забудь об этом Ладно, мне нужно к работе вернуться У тебя еще полчаса есть Ах ты, дурень Ребята, вы что, евангел-хранитель или как, а? У тебя что, нету чувств, что ли? Только из-за того, что малыш странный Это не значит, да с ним все в порядке Ну, хорошо Ну, не сходь у него там с дамой И что дальше, и что? Хочешь его доставать? Доставай машину Иначе он тебя сам достанет Да, когда-нибудь ездил против него Он заставит тебя мечтать вернуться к скутерам Да, мэм Моя машина постоянно тормозит И сегодня утро началось Я очень не знаю А вы можете подождать, сколько время это займет? Да, трудно сказать, скорее всего, кредератору Но нужно проверить, что это вряд ли Это много времени займет Хорошо? Да, конечно А тут есть механик по имени Шэнон? Эдди Шэнон? Да, мэм Человек, который помог мне сегодня утром Посоветовал, чтобы я так дал свою машину сюда И чтобы он ее починил Если он не занят, то он ее проверил Просто отойдите сюда и подпишите рабочий наряд Ваше имя, пожалуйста, Барбара Мэтьюс А адрес Голливуд, Карлтон на Оранж Драйв Просто распишитесь здесь Шэнон? Эдди Шэнон? Эдди Шэнон? Скоро вернусь Ясный день, можно и Каталину увидеть Проверь этот Хиллман Дама говорит, что машина глохнет И она не могла завести ее сегодня Она торопится, так что посмотри, что не так И дай мне знать, сколько времени займет, чтобы это починить Минутку Я забыла мою сумочку А? Ой, простите Не волнуйтесь об этом, все в порядке У меня руки в масле Нет, правда, все в порядке Но если вы хотите мне услугу оказать Лучше поторопитесь С машиной мне встречу назначено дамы Ты что, больше меня не любишь? Ты что, больше меня не любишь? Ничего серьезного не было, мэм Уверен, что никаких проблем у вас больше не будет Ваша машина ждет вас прямо там Спасибо 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 Кто там? Это я, мисс Агилви Спасибо Панчи Ну, спокойно, Панчи Тихо Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ Ну что думаешь, Эдди? Ездить как грузовик никогда не будет гонять, как раньше, с тем весом, что у тебя в гейт Да, раньше она гонила просто супер Шэннон Эдди Шэннон Извини Я бы вернул туда обратно то, что у тебя там было изначально Эдди Помнишь тот Хилман, который ты вчера чинил? Дама только что звонила, не может его завести Вот адрес Голливуд Карлтон, квартира Норанж Драйв Квартира Б, машина перед домом Хилман Ну да, маленькая коричная машина Ну помнишь, симпатичную дамочку, зовут ее Мэтьюс Ты чинил карбюратор Итак, сейчас 11, мы закрываемся в полдень, по субботам Помнишь, давай, бери МГ и поезжай Здравствуйте Не заводится Значит, глохнет Да-да, точно не заводится, не так ли? Сейчас посмотрим У вас тут разболтался проводок А что это означает? Это означает, почему это не заводится Но кто-нибудь валял драко с этой машины? Нет, насколько мне известно Вчера заправил, человек проверял масло Вот эту штуку прямо сюда? Что? Могу просто само по себе разболтаться? Могу, но я так не думаю, все было не так вчера, когда я чинил Вы можете это исправить? Конечно А вы работаете весь день по субботам? Нет, вы простите Нет, я... Мы просто работаем полдня Вот, это то, что я искал А, хорошо Прекрасный день, не так ли? Да, мэм Слишком хороший, чтобы работать Ой, да я... Я не против Ну вот Теперь можно попробовать завести Ну и как сильно все это разболтаю, чтобы это не было Сколько с меня? Да ничего Дайте вам что-нибудь, да Да все в порядке Ну, спасибо Надеюсь, что вы хорошо время проведете на пляже Как вы получили этот шрам? Автоавария Мне просто будет интересно Шрамы на некоторых людях интересно смотрятся У меня есть один на моей ноге Забавно На солнце он даже еще виднее А вы не так много времени на солнце проводите, не так ли? Нет, мэм Я каждый раз, когда есть возможность Езжу на пляж Это... Чуть дальше мы либо Когда-нибудь бывали там? Там здорово И никогда не бывает слишком много народу Но спасибо еще раз До свидания Эй, Эдди Эй, ты куда это? Домой Стилман сказал, что я могу удалить Тем же, слушай, и Фил сказал что-то насчет то, что вечером сегодня собраться в карте и поглядеть или еще что-нибудь Ну да, хорошо, эй, Фил Да У кого дома? Что? Сегодня вечером, где мы играем? Я не знаю, мы можем у меня сыграть, если хотите Где-то около семи Хорошо Эй, слушай, Эдди Если нечем заняться, может быть Ты пойдешь со мной, да, мы посмотрим футбол и так далее А потом где-то к шести-семи отправимся к Филу Ральф, я хотел бы, но есть дела, да, какие? Ну просто есть кое-какие дела, вот и все Ну хорошо, увидимся сегодня вечером у Филу, ладно? Да, хорошо, ну все Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ Привет Спускайтесь вниз, давайте Какой приятный сюрприз Мистер Дорис, мистер Шэнон, Стив, Эдди Привет Я пойду Я пока что еще не завтракал, при этом познакомиться Эдди, пока барбрата, в пятницу не забудь, я не забуду, до встречи Присаживайтесь, надеюсь, я ничего не испортил здесь, Стив Нет, он просто старый друг У него дом там дальше, на пляже Принесли свои плавки? Нет, я... Я просто пришел как есть Я просто приезжал... Приезжал мимо пляжа в такой хороший день Ну чего же вы не снимете свое... Майк в любом случае, солнце просто замечательное Мало чем можно заняться, кроме как и есть в школу Сначала начало, блядь, дурака С машиной, когда мне было 12-13 Видели бы вы первую машину, которая у меня была Расскажите мне про нее, какая это была машина Модель А, 103 мили в час Вы заставили ехать ее со скоростью в 103 мили в час? Что? А? Что не так? Ну... Мы здесь ни о чем болтаем О машинах и так далее Наверное, это... Это очень скучно Вы не особо высоко умнене о себе, не так ли? Почему вы поехали за мной на пляж? Хотите, чтобы я вам сказала? Я вам нравлюсь Вы заинтересованы Вот так вот все просто Вы за мной поехали, потому что вы хотели меня снова видеть Вы за мной поехали, потому что я с вами немного флиртовала В чем дело, Эдди? Вам что, не нравится, когда с вами флиртуют? Эдди Я пригласил тебя на пляж Почему? Почему? А почему ты здесь? Лучше надеть свое майку А то сгоришь Ну да Мне уже пора В любом случае Это... Ну, уже довольно поздновато Мне жаль, что тебе нужно уезжать Ты мне позвонишь? Да Да, я... Я бы, конечно, очень хотел Ты в Голливуд 714-66 Пока, Эдди Пока Пока Продолжение следует... 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 Я хотел бы этого. Сюрприз. Спасибо. Ну, для кого я это сделал, Аджи? Вот, пожалуйста, куколка Гарольф. У тебя что, привычка подавать пустые стаканы? Марш, для тебя у меня есть специальное варево для ведьм. Что там готовит? Пахнет замечательно. Строг, она... Так, так, так. Стив? 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 Помощь нужна? Нет, спасибо. Все хорошо, все хорошо. Ой, прости. Не хочешь немножко выпить? Просто выради свое уважение, шеф, и уходи. Он очень зайдет, он далеко, что-то я могу сделать. Я, честно говоря, слишком много поваров могут испортить строганов, но я могу как-то помочь. Я могу порезать этот лук. Не выдашься, ведь как взрослый мужчина плачет, возьми это самой красавицы и бросит его в большой марсине. Но отлично поймал. Раньше я готова для команды белые носки. Все, выходи, выходи. Короткая свеча, надеюсь, что смертон у тебя свернется. Но как у него дела? Лучше, чем у меня. Ой, приветствую, приказная Барбара. Ой, привет, Гарлетт, это Эдди Шаннон. Это Гарлетт Бейкер, да. При этом познакомиться. Заходите, познакомьтесь с нашей командой. Спасибо. Внимание все. Чудесно, это Барбара. Счастливчик, это Эдди. Тиф на кухне, я пойду посмотрю. Хорошо. Как ты, дорогая? Привет, привет, Дженни. Эдди, познакомься с Мэри. Привет, Эдди. Привет, Эдди. Как ты, Эдди? Хорошо, спасибо. Ну что, хотите еще чего-нибудь французского? Ну что, как у тебя с маленькой скоростью все получается? Он жутко милый, Гарлетт. Рад за тебя. Указывание Гекка в Дрефи, да. Ой, да заткнись. Ну что, по-вашему, именно основная разница между американскими машинами и иностранными машинами спортивными? Большая разница, понимаете? Американские машины больше для комфорта, чем для скорости. Иностранные машины больше для того, чтобы управлять ими. И они, конечно, углы срезают лучше углы. Но, конечно, они углы берут лучше и быстрее. И что, недостаточно быстро все получается у американских машин с углами? Да, конечно, но, понимаете, машина такая быстрая, как ты углы срезаешь, как она себя ведет. Хорошо, буду шастаться там от 60 до 70 миль. И ни одного прицельского по блюсти. Мадам, мы обсуждали, вообще-то, достоинства иностранных машин. И меня не обманывает. Ты превышаешь скорость. Да, давай, Эдди. Да, давай, Эдди. Ну что же, Эдди, давай, давай. Ну, предположим, вы, предположим, вы едете со скоростью 60-70 миль в час. Ну хорошо, вы получите штраф, дорогая, милая. Да, дорогой, милый. Лучше иди куда-нибудь и отрубись, как Эдди, потому что Эдди просто не отрубаются. Ой, когда они пьяны, они отрубаются. Я надеюсь. Мистер, как бы вас там ни звали. Я извиняюсь за то, что я постоянно вас прорываю. Я очень надеюсь, что вы простите меня. Да все в порядке. Правда? Конечно. Правда? Да, ты была просто куколкой. Так и есть. Да, я была куколкой. А я была живой куколкой. Это самое. О, да, Стефи, Стефи, Эдди. Ну ладно. И куда его ведешь? Ко мне в логово. Твой парень заинтересовал меня спортивными машинами. Оставь немножко для меня. Он полностью твоим будет через 15 минут. Ну хорошо. Ой, блин. Ты только посмотри на этот бардак. Давно ты знаешь Барбару Эдди? Где-то неделя уже. Она замечательная девушка. Мы познакомились в Нью-Йорке. А вы из Нью-Йорка? Ну да. Но планирую вернуться где-то через месяц. Здесь было весело. Завел очень много новых друзей. Все люди, которых ты видел в соседней комнате. Эдди, ты по речи не имеешь, как много друзей можно завести на пляже. Особенно если так уж получилось, что ты арендуешь пляжный домик. Да, наверное. Возвращаемся к спортивным гонкам и машинам. Скажем так, у тебя дорожная гонка на американской машине. Это было бы практически нет, если только немножко не модифицировать. То есть что? Ты имеешь в виду, что я быстрее ехала? Ну да. Нужно поработать над сцеплением, над рулем и так далее. Но ты мог бы это сделать? Да, конечно. Эй, я чувствую себя отверженным. А что, уже прошло 15 минут? Нет, он будет с тебя достаточно долго. Эдди, я подозреваю то, что гонки – это только один из пунктов в твоем доме в списке достижений. Он полностью ваш мисс Мэтьюс. Привет. Ну это точно так. Что это с ней? Она просто злится, потому что я не позволил ей мыть посуду. Я берег их для себя, красавица. А? Ну здорово. Я замечательно время провела. Я тоже хорошо время, ой, я хорошо тоже время провел. Я думаю, что Стив – классный парень, ты ему тоже понравился. Он такой человек, который может сделать тебе очень много полезного. Что ты имеешь в виду? Он очень умный бизнесмен. Как он может мне помочь? Ну, я не знаю. Может быть, может помочь тебе начать где-то еще, заработать какие-то деньги. Я не думаю, что я так сильно ему нравлюсь. Ты знаешь, который час? Тебе нужно быть на работе где-то часа через четыре. И мне это не имеет значения, а для меня имеет значение. Когда я тебя увижу? Позвони мне после работы. Я пока что еще ничего не планировала. Спокойной ночи. Доброе утро. Да, доброе утро, конечно. Доброе утро. Вернусь в минуту через десять. Кто это? Стив. Это не очень умно, не так ли? Я думал, что нам лучше немножко поговорить. Я скучал по тебе, тыковка. Ты думаешь, мне было весело? Ой, это было очень много смеха. Это не очень мило. Ты права, прости. Это не очень мило. Ну, кончала, да тыковка, не злись. Еще неделька или две, и все закончится. Ну, в чем дело? Ничего, я просто устал, наверное. Ну, в чем дело? Мне его жаль. Жутко жаль его. Да, ну еще бы. Стив, давай все это отменим, а? Пожалуйста, ты не знаешь, каково это. Дорогой он, он не как другие люди. Он, он как одинокое маленькое животное. У него никогда не было никакой любви во всей его жизни. Уже слишком поздно. Он в тебя влюблен, не так ли? Это любовь, которая... Это самопожертвование, какое-то жуткое поклонение. Хорошо, а что случится, когда он знает об этом? Это я имею в виду. Нет, и нельзя такие вещи такому лучше, как он говорит. Но даже если мы забудем об этом, он все равно узнает Дана. Может быть, я смогу облегчить это, как... Позволив ему выползти из его большого любовного раба, да... Да нет, это одно и то же. Так или дальше он узнает. Так что... Дану, по крайней мере, ему не нужно знать то, что его использовали. Он будет думать, что это... Какое-то влечение, которое я просто пережила, как это бывает с людьми. Вот и все. Он на крючке. И когда маленький уродец на что-то подобное клюет, он глубоко клюет. Ущерб уже нанесет. Так что это лучше, чем ему вылезать и спрятать, как он страдает. Ударить ему по лицу сразу тем, что есть. Как бы ты на это ни смотрел, все равно это фиговое дело для него. Тыковка, помни приз. Это совсем не фиговое дело. Потом он сможет купить себе машину и гонять, сколько ему влезет. Ой, ну я не знаю. Все, кажется, потеряло форму, цельность и вообще... Ощущение, как будто бы хочется все смыть, а на все все сначала, чистой и новой. Но так оно и будет, тыковка. Чистенькая, новенькая. Чистенькая, новенькая. Чистенькая. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Как водичка? Ой, замечательно. Ты звонил Шанну, дом работает полдня сегодня. Закучу где-то в час. Нетерпением жду. Слушай, будь хорошим мальчиком рядом с нашим мистером Шенноном, иначе я тебя закопаю в песке. Ой, я буду прямо как перерожок. Люди, если это сработает, может быть, мы все сможем быть соседями по комнате в следующем семестре. О, привет. Это уже что, два часа? Да, нет, сейчас. Просто немножко после 10.30. Я не хотел убудить тебя, но Тиф Норрис только что звонил мне. Ты идешь, не так ли? Ну, конечно, я думаю, тебе стоит. Да, я сделаю это. Заезжай по дороге обратно, ладно? Ну, пока. Привет, Эдди, заходи. Привет, Гарльд. А что, Сив там? Да, он здесь. Все в порядке. Привет, Эдди, мистер Норрис. Рад, что ты смог прийти. Спасибо. Давай, заходи, расслабься. Ну что, придешь с собой свои плотки? Нет, не придешь. Ничего страшного. У меня есть парочка, если ты захочешь поплавать. Да, конечно, спасибо. Мне очень понравилось в эту вечеринку. Да, разслушайся это. Как насчет того, чтобы выпить? Нет, спасибо. Не хочешь, может быть, холодное пиво, но я от кола не откажусь. Ну, конечно. Классный дюнек, не так ли? Да, действительно, там здорово. Как твоя подружка, Эдди? Барбара? Ой, она в порядке. Кстати, я с ней только что говорю перед тем, как приехал сюда. Правда, да, Эдди? Да, я собрался тихо-тихо. Единственный живой человек, у которого стипендия, Гунда Дин. Он шутит обычно так. Эдди Барбар сказал мне, что ты хочешь в Европу гонять на Ла-Манс и на Ла-Гран-при. Она что, сказала вам это? Да, она сказала, что ты хочешь быть крутым гонщиком. Да, я хотел бы, я хотел бы попробовать. Ну, а как ты это сделаешь? Ты будешь на собственной тачке гонять? Ну, если я смогу собрать достаточно денег, чтобы купить себе такое... Ой, деньги, деньги, деньги. Это старая проблема, не так ли? А сколько это будет стоить? Ну, я не думаю, что я смогу хотя бы достаточно денег собрать, чтобы купить одну из больших. Если повезет, может быть, смогу сэкономить, чтобы купить что-то класса чуть ниже полутора тысяч, но машины побольше стоят куда больше денег. А сколько? Четыре-пять тысяч. Ну, да, если немножко подработаю и приведу ее в форму, то, да, конечно, ты должен платить за отправку и плюс расходы проживания там и так далее, то есть 15 тысяч, и тогда, может быть, ты будешь гореть на Ла-Манш в следующем году, и 15 тысяч, это было бы здорово. Ну, да, это, в общем-то, было офигенно. Да, сэр. Ну-ка, принеси карту. Эдди, у меня есть деловое предложение для тебя. Правда? Да. Хотел бы узнать, что ты думаешь об этом. Есть кое-что, что меня очень интересует. Я хотел бы это сделать что-нибудь еще. Я мог бы сходить в магазин и принести что-нибудь хорошее. Успокойся. Итак, ладно, вот. Итак, вот мы здесь, Эдди. Это мы на пляже в Сан-Та-Болике. А вот, по-моему, Спрингс. Куда-нибудь бывал там? Ну, да, я там гонял в прошлом году. Хорошо, не может, ты знаешь, там дороги. Это не основная, Спрингс до шоссе в Сан-Диего. Да, я думаю, я помню ее. Не очень, правда, много знаю про нее, Эдди. Это большое деловое предложение. Идея появилась у меня однажды в выходные, когда я приехал сюда впервые. Я поехал в Спрингс, и с тех пор мы это планировали, и, в общем, ну, без тебя это не сработает. Без меня, да, вот и беда. Эдди, эта дорога 19,5 и 1,16 милей длиной. Это совсем не классная дорога, там есть плохие повороты, и поверхность не очень хорошая. Я думаю, что хороший водитель наверняка смог бы до... проехать там за 35-40 минут, но даже у него были бы проблемы с поворотами. Я думаю, что кто-нибудь типа тебя действительно классный водил. Минуточку. Нет, я серьезно, Эдди, серьезно. Я думаю, что ты смог бы это сделать за 20 минут, но я не знаю. Может быть, и мог бы. Сначала нужно по дороге проехать, узнать, как у нас состояние и так далее. Я не знаю. А что? Эдди, нам нужно попасть отсюда до сюда, не более чем за 22 минуты. Если меньше, то лучше. Если ты это сделаешь, ты получишь 15 тысяч долларов. Вы дадите мне 15 тысяч, чтобы просто проехать по этой дороге за 22 минуты или меньше? Ну, блин, я... Давайте сразу разберемся. А зачем вам нужно успеть за это время? Потому что ровно 8 в 28 люди, которые работают в Паулс-Примском банке, узнают, что они были ограблены. Будет момент тишины, когда мистер Шеннон будет проверить батарейки на своем слуховом аппарате. Вы шутите, да? Нет, нисколько. Вы ограбите банк? Вы хотите, чтобы я был взрывом машины? Вы просто шутите. Да, должно быть, вы смеете надо мной. Нет, Эдди, я просто хочу, чтобы ты приехал на машине за 15 тысяч долларов. А грабить банк? Да вы с ума сошли. Твое предложение не соответствует тонкой натуре. Мистер Шеннон, да, я пойду отсюда. Эдди, Эдди, перед тем, как ты уйдешь, просто одно небольшое предложение. Пожалуйста, перейти мне. Нет, узнайте, что я решу. Я не преступник. Вы сначала, перед тем, как ты решаешь, поговорить с Барбарой. А при чем здесь, ада? Просто поговори с ней. Да, пускай это будет в семье. Хорошего дня, мистер Шеннон. Ну вот один из самых милых парней, что я когда-либо встречал. Надеюсь, мы не совершили ошибку. И что ты ему сказал? Что я ему сказал? Он сказал мне, что он собирается банка грабить, не хочет, чтобы я был его водил. Я сказал ему, нет, он сказал, что не при чем, как я решу. Мне нужно обязательно позаботиться о том, чтобы с тобой поговорить. Почему? Я знаю, что его норреша давно расскажет, и я узнаю все про тебя, про твои планы, про вещи, которые ты хочешь сделать однажды. Он сказал мне сначала с тобой поговорить, что он имел в виду. Наверное, он подумал, что это может быть что-то изменит. Что изменит? Он знает, чего я хочу. Эдди, ты не знаешь меня очень хорошо. Это был такой короткий период, и нам было очень весело. Да, ты на самом деле не знаешь меня. А что я должен знать? Наверное, теперь тебе нужно знать то, что предложение Стива действительно кое-что меняет. Он знал, что это изменит. Наверное, по-своему смешно, он думал, что оказывает мне услугу. Эдди, послушай, это не конец вето. Тебе не нужно делать ничего, чего ты не хочешь делать. Но... А что ты хочешь, чтобы я делал? Это тебе решать. Ты хочешь, чтобы я сделал это? О, Эдди, нет, если это сделает тебя несчастным. Послушай, парень собирает собаку грабить. И хочет, чтобы я был его водилой. Это сделает меня очень счастливым. Но тебя это не беспокоит, не так ли? Итак, ты хочешь, чтобы я это сделал, не так ли? Почему? Для чего? А у тебя есть 15 тысяч долларов? Нет, нет, нет у меня 15 тысяч долларов, но я не преступник. А у тебя когда-нибудь будут 15 тысяч долларов? Однажды, однажды, может быть, всего, ты не председай. Послушай, я хочу тебе рассказать один раз, надеюсь, ты поймешь. Я хотел бы, чтобы все было правил для нас. Я хотел, чтобы ты отправился в Европу и ездил в этих гонках и получил бы все, что ты хочешь от жизни. Это бы сделало меня очень счастливый. Ты не хочешь быть просто механиком. Я не хочу, чтобы ты был таким. Стив, сделайте продолжение. Для тебя это ужасно. Это нарушение закона. Ну, конечно, это нарушение закона. Может быть, это ужасно, но я думаю, что есть вещи куда-то хуже. Но, Барбара, ты же не хочешь, чтобы я позову меня закончить. И все было не так просто для меня. Я давно научилась, что нужно воспринимать все как есть. Если все получится, ну и прекрасно. Ты хочешь чего-то, я тоже хочу. И понимаешь, есть разница это самое между нами. Ты готов это самое ждать и надеяться, что, может быть, однажды ты получишь то, чего ты хочешь. Так вот, я не могу ждать. Я знаю, что происходит, когда люди ждут. Ты все про это знал, не так ли? Да. Стив сказал мне, что он попросит тебя. Ты также все знал про Стива, не так ли? Поэтому ты меня отвела на вечеринку. Я не буду это делать. И на этом все, да? Стива, не так ли. Стива, не так ли. Я думаю, что это было бы очень хорошей идеей. Я хотел бы тебя видеть. Я бы тебя тоже хотел видеть, но... Просто мне кажется, не... Нет, Эдди. Прости. Эй, коротышка! Парень с Мазерати вернулся. Меня зовут Эдди. Ой, да кончай, коротышка! Что случилось? Я не знаю. То нравится он тебе или нет. Он получит по морде, если не будет осторожен. Парень с Мазерати. Парень с Мазерати. Парень с Мазерати. Кто это? Да, Эдди. Я могу зайти? А теперь поворот на основное шоссе. Примерно 1,6 милии до старой дороги, которая ведет к шахте. А вот и разворот. Трудно будет увидеть его, пока ты не будешь почти что там уже. Как я сказал, только 1,6 милии. Когда идет поворот на Каньон Пальмы. Мы не делали другие фотки с трудой, которая ведет к шахте. Практически она там прямая. Наша машина будет припаркована там. Мы оставим ее там. Возьмем другую машину и поедем в Пламп Спрингс. Другую машину. Но ты сказал, что если нужно будет ехать в американские машины на такой дороге, то потребуется что-то еще. Верно? Ну да, верно. Пойдем. Вы используете это? Я лично ее выбирал с любовью и заботой. Ну и, конечно, она неподозрительная. Вы никогда на этом за 20 минут не даете, как бы вы не ехали. Даже если ты ее модифицируешь, усилишь двигатель, придется очень много поработать, чтобы проехать за это время по этой дороге. В среднем нужно 60 миль в час. Безопасность – это самое главное. Ну, по крайней мере, что нужно на прямых участках. Это от тебя зависит. Гарль, для с тебя все, что тебе нужно. Просто дай ему список. Да, я продолжаю работать там же в течение дня. После работы Гарль будет тебя забирать. На углу Оранж-Дрейфа Фрэнклина. Будет привозить сюда, пока машина не будет готова. Где-то по 4 часа вечером будешь работать, потом будет привозить тебя. Там, где ты снимаешь комнату, к 11.30. Сколько у меня времени? Трапезни нужно. Это не кое-что, что нужно делать завтра. Я хочу, чтобы ты постарался изо всех сил. Если что-то пойдет не так, мы не сможем остановиться, чтобы это исправить. О, и Эдди. Да, Эдди. Не думаю, что тебе стоит видеться с Барбарой после того, как все это закончится. Что ты имеешь в виду? Я не хочу рисковать. Если что-то пойдет не так, ты бы не хотел, чтобы она оказалась замешанной в этом. Не так ли? До встречи, да. Спокойной ночи. До встречи, да. Пока. До встречи. До встречи, Ральф. Пока. До встречи. Ральф. Сколько раз ты будешь смотреть на это? Наверное, фильмы должны быть лучше, чем когда-либо. Повезло тебе. Я тебе немного попкорда принес. Звучит здорово. Давай. Нужно тебе еще кое-какие картинки показать. Налей на выпить, ладно, Гарльт? Хорошо. Это был один из лучших прыжков, что я когда-либо делал. Ты чего хочешь в школу? Ну да. А тебе то же самое? А, ты помнишь эту куколку? Да. Как я вообще могу забыть ее, когда-либо? Эти вещи присняты у кулотеля. Ну, как будто бы обычный отдыхающий с камерой и так далее. А кто управляет этой камерой, Гарльт? Ну, кажется, это был я. Я думаю, что это была замечательная идея. Хороший прыжок. Ну да, настоящий спортсмен, а тут парниша. Вот, пожалуйста. А там холодно? Нет, очень здорово, красиво. Эй, гляньте на это. Привет, дебуля. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Дай человеку его напиток. Вот. Ой, блин, вот это была настоящая проблема, Эдзи. Я не мог себе заставить работать. А. То есть это рада утром. Это Монте-Виста-Драйв. А теперь смотри, смотри. Этот человек там, он главный кассир банка. Он покидает свой дом каждый день в 7.50 ровно и едет в банк. Он прибывает на 20 минут раньше всех остальных сотрудников и открывается. Почему вы выбрали банк Палм-Спрингс? Потому что вы никогда не грабили, и это хорошая бестечка. Там есть деньги. Итак, все очень просто. Мы с тобой будем ждать за полквартала по улице от дома кассира. Гаррек будет ждать кассира, когда тот выйдет в своей машине. Когда они уедут, мы поедем за дипе. Нельзя никак промахнуться, если что-то пойдет не так. Ничего не пойдет не так. Итак, кассирка Вайтбанк 8.05. В 8.10 сейф открывается. У каждого будет 5 минут, чтобы добыть деньги. Если не успеем взапеть, то будет сверхурочная. У нас 13 минут таким образом. До того, как прибудут остальные сотрудники, я узнаю, что было ограбление. К тому времени, когда они уведомят полицию, и дорожные патрули установят блокпосты здесь, здесь и здесь, у нас будет 22 минуты, чтобы добраться отсюда до сюда и отправиться дальше к повороту в старой шахте. Открыт вы знаете, что полиция установит блокпосты прямо там? Я спросил полицейского. Нет, клянусь. Итак, есть другая проблема. Расстояние через город до дороги старого каньона Пальма, это где-то мили и восемь. С соблюдением скоростного режима, у нас у нее 3 минуты, чтобы проехать эту милю и восемь. Лошадка по Эбидору сделана за 1.464. Не было никаких знаков стоп. Таким образом, у нас 18 минут, чтобы проехать 19 миль по довольно критовой дороге. Но если мы это сделаем, мы доберемся до этой точки здесь за целую минуту до того, как полиция прибудет и установит блокпост. Разве это, типа, как бы не слишком рискованно? Чем быстрее ты едешь, тем больше безопасности мы будем. Почему бы нам пушку не арендовать и не острелить себе обратно в Лос-Анджелес, когда мы сбоемся от строя машины? Как? Мы въедем в старую шахту и заблокируем вход, потом мы все оденем старую одежду. Я уже слышу, как полиция объявляет, ищите трех пугал. Почему бы тебе не дать своему рту отдохнуть несколько минут? Я думаю, что я его заткнул коголем. Эдди, мы перейдем в шахте. Потом мы спрятим машину. Потом на юго-запад, до шоссе Анзо на Сан-Ди-Ге-Ган. Вернемся в Лос-Анджелес через береговую лидию. Потом мы закопаем награбленное, поднимем перский флаг, отправимся на тортугу Йоко Хо и бутылка Рома. Ладно, Эдди, лучше отдохни немного. Галь, заберу тебя завтра вечером в 8 в обычном месте. Поезжай домой вместе с ним, Гарри, да, хорошо. Да, Эдди, лучше скажи, что тебя не будет в среду на работе. Мол, зуб разберется днем, если не позвонит тебе на следующий день, чтобы проверить как ты, всегда можешь сказать, что ты был дантистом. Но не забудь сказать им, что ты грабил банк, как следует выспить. Эдди, я, я думаю, что сискал тебя, чтобы не видеться со мной. Я просто должен был с тобой увидеться. Рад, что я тебя не разбудил. Я как раз просто убирал с квартиры. Спальня просто бардак. А в чем дело? Я просто хотел тебя увидеть. Я... Мы уезжаем завтра. Я просто хотел поговорить с тобой. Я просто никак не могу ко всему привыкнуть. Наверное, я никогда не смогу. Я не собрался заходить, и потом я просто должен был не то, что я просто уйду от тебя так вот просто и... Понимаешь, это слишком большие деньги, но все важно, не так ли, деньги и все остальное, да? Все это для меня, на самом деле. Все это очень просто. Все, что я должен сделать, это... Ехать на этой машине быстрее, чем я, когда объехал на какой-либо машине за всю свою жизнь. Это сложная дорога, но я должен действительно постараться. Все зависит от меня. Я должен быть настолько хорош, насколько сам лучший водитель, так же хорош, как эти водители в журналах. Кто знает, может быть, я готов уже к Ла-Мансу теперь. И сами знают, вы эти послушали, я знаю, я сказал много чего, да? Может быть, это ошибка. Ты имеешь в виду, что ты не думаешь, что я должен, но... Не то, чтобы я не думал, что ты должен сделать это, но просто... Не иди на это только ради меня, сделай это ради себя, ради денег, тех вещей, которые ты можешь тебе дать. Но я хочу то, чего ты хочешь, деньги, ничего не значат для меня, если только я хочу, чтобы ты делал то, что ты хочешь делать. Я тебе сказал, как отношусь к этому, но если тебе неприятно это, то позову тебя об этом. Я тебя не впихивала в это, ты мог бы оступиться в любой момент, и это было бы... Как было, прости, я... я не хотел тебя расстраивать. Ой, прости, меня тоже, я... Наверное, никто на самом деле не может быть спокоен при подобных обстоятельствах, конечно. У тебя усталый вид. Я... я немного устал, да, я очень много работал, я на самом деле не очень хорошо спал. И когда ты уезжаешь, восемь вечера, завтра, завтра пойду на работу и скажу им, что у меня зуб или еще что-то, чтобы я мог не работать в среду, у меня никогда зуб ни разу в жизни не болел. Даже дурек никаких не было. Тебе лучше немного поспать, Эдди. Да, тебе тоже, знаешь, у тебя... у тебя усталый вид. Я скучу по нашим встречам, Эдди, я... Послушай, после среды все будет хорошо. Мы оба просто немножечко на нервах. Да, я позвоню тебе, когда я вернусь. Помни, не волнуйся. Все будет хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот он Доброе утро, издашь звук и я тебе вышибу мозги Поехали Было бы жутко смешно, если бы это была шутка, не так ли? Тебе никогда это срок не сойдет, если нет, то я проиграю игру, понимаешь, это охота стрельбятника Я должен получить все деньги в банке А это папочка Он говорит, что я слишком молод, чтобы пока что садиться за руль Банк Том Спрингс 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 КОНЕЦ КОНЕЦ А вот и шоссе. Прямо в самом конце. КОНЕЦ Один из бандитов прятался в машине, который принадлежал Джеймсу Эр Снайдеру. Старшему кассиры банка, которого держали на мушке, заставили поехать в банк, где бандит заполнил большую сумку деньгами, связал Снайдера и засунул ему кляп, оставив его лежать у окошка кассира. Другой сотрудник нашел его минут 20 спустя. Снайдер сказал властям, что он летчик искрившись на старом форде седане, который следовал за ним от дома до банка. Начались повсеместные поиски этой машины. В Вашингтоне сегодня... Вот билетный самолет. Рейс в 11 часов. Это будет только неделя. Я должен попрощаться с людьми. Что такое? Стив, это не так должно было быть. Карлик? Это недобрые слова. Забудь о нем. Подумай обо всем веселье, что мы получили на 67 тысяч. Я не могу забыть о нем. Слушай, тыковка, все покончено и закончено. Ты ничего не можешь делать насчет этого сейчас. Я могу с ним увидеться, искать ему, что мне жаль. Жаль его или себя. И то, и другое. Я немного напуган, к тому же. Стив, людям воздается, когда они так поступают. Кончай, кончай. Независимо от того, думаешь ли так или нет. Ну да, конечно. Или знаешь, что мы делаем с этим малышом. А ты думаешь, сказать ему как-то поможет, это может помочь. Исповедь полезна для души? Да, я не знаю. Я думаю, может быть, так оно и есть. Нет, он никогда не узнает. Ты забываешь одну вещь, тыковка. Если ты когда-нибудь скажешь его, Возможно, он просто придет в полицию. Нет, он не стал бы, Стив. Я знаю, что он не стал бы. Ты просто продолжай быть красивой. Через неделю я буду стучаться снова в твою дверь. И мы получим все, чего мы когда-либо хотели. Хорошая, чистенькая новая. Верно. Никогда больше меня так снова не целуй. Давай в спальню и оставайся там. Надо же. Эдди, я же тебе сказал держаться подальше отсюда. Может быть, он подумал, что герес начался, а ты... Ты, Барбару, видел? Нет, я не видел Эдди, а что... Я был у ее квартиры. Думаю, владельцу сказал, что она съехала. Ну, значит, она съехала, Эдди. Люди отойдут иногда. Она бы так не поступила. Она бы оставила сообщение или еще что-то. Но ты ведь грабил банк, помнишь? Итак, слушай, Эдди. Эдди, я тебе сказал держаться подальше отсюда. Я серьезно. Я не хочу, чтобы кого-нибудь из нас видели вместе, пока все это не остынет. Но если ты увидишь ее, ты ведь скажешь ей... Если я увижу ее, я скажу ей связаться с тобой. Ну все, ладно, тебе лучше валить. Минутку, как ты попал сюда? На такси. Отвези его домой. Нет, я могу вызвать... Если так продолжишь, то придется поставить счетчик. Эдди, Барбара, Эдди. Стив сказал мне, что ты должен кое-что сдать. Но твоя домладельца сказала, что ты съехала. Я сдай, я приехала сюда. Я улетаю 11-часовым рейсом в Нью-Йорк. В Нью-Йорк? Эдди, нельзя это никак сказать, чтобы это не было больно. Может быть, если я пробублю сердце и цветы... Ты заткнись, нет, пускай она говорит. Все это было спланировано со начала, мы все были в этом деле вместе. Просто одна большая счастливая семья. Немного делили, думали, не беспокоились об этом. Мы думали о банке. На самом деле, ничего такого не было об этом. Просто нужно было найти кого-то, кто бы вел машину. Подходящий человек. Эти двое благородных выбрали тебя. Остальное зависело от меня. Понимаешь, что я говорю, Эдди? Мы не могли с тобой рисковать. Мы должны были убедиться, что ты сириш на крючок. Подходящий крючок. Я была подходящей девочкой для этой работы. Я сказал, что это будет больно. Мне жаль, Эдди. Мне так жаль, что аж меня тошнит. Что она пытается сказать, это то, что вас поимели, мистер Шеннон. Да, ты скажи ему, ты скажи это своим гадким, грязным способом. Ты его слышал, Эдди. Как бы это ни было сказано, так оно и есть. Ты никогда не должен был снова со мной видеться. Ты должен был просто отправиться домой, считать свои 15 тысяч долларов и потвориться, как будто бы со мной никогда ничего не было. Ну, хорошо. Ты сказал достаточно. Разве из нас непрекрасная пара получается, а? Мы должны были пожениться после этого и получить все, чего мы хотим. Мистер и миссис Стив Норрис. Все, что угодно в мире за доллар. Эдди, я не люблю тебя. И никогда не любила. Стив, ты убила его. Ты убил его, когда ты вошла в эту комнату. Ладно, Гарольд, уводи его отсюда. Пошли, давай. Нет, Стив, нет. Ты не можешь убить его. Стив, нет. Нет, нет. Нет. Ты глупая маленькая дура. Нет, пожалуйста, Стив, не надо. Ты не можешь. Я ничего не могу делать. Не могу. Да, пожалуйста. Ну, заткнись, заткнись. А теперь послушай меня, послушай меня. Я пытался тебе сказать. Я тебе сказал, что если когда-нибудь он узнает, он придет в полицию. Нет, он не пойдет. Не придет, он в полицию. Он пошел бы. Пошел бы. Нет. Он бы мог перенести то, что его бросили, но не то, что его выставили дураком. Он устал быть дураком. Нет. Не делай это, Стив. Не надо. Все уже сделано. Открой дверь. Давай внутрь. Ты садись за ролик. Я бухал. А теперь давай за воде. А теперь мы медленно прокатимся до шоссе. Поедешь больше сорока, я буду недоволен. Теперь давай, сдавай назад. Вот так. Держись таким образом. Вот так. Держись таким образом. У маленького человечка был зритой день. Скажи мне кое-что, Шэннон. Всегда было интересно, что проносится в головах у людей в подобные моменты. Что, нету мыслей на эту тему? Ну давай, Шэннон, наверняка ты думаешь о смерти. Что, нету мыслей на тему? Да. Что, нету мыслей. ВЫСТРЕЛ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...